Наш. Наш. Наше видео. Еда автомобилиста. Как это? Нет. Приобрети новейшую лазерную отвертку и получи скидку в 50% на шагахо ТАТ прошлогоднего модельного ряда. Всем привет! С вами снова Саня Досент. Ну это очередной ролик из дробики Еда автомобилиста. Что ж, погнали! Итак, сегодня мы будем с вами готовить свинятину, ну грудинку на кости, так сказать, с подвалом. А что у нас будет в подвале? Будет готовиться вот в таком противенечке. Можно купить там, как это там, в фикс прайсе, там везде спокойно. Капуста будет порезана крупно. Крупно. Ну и картоха. Вот это у нас будет в подвале. А для начала нам надо заготовить мясо. Итак, что мы для этого делаем? Берем у нас кусочек и как-то вот так вот на две порции разрезаем. Здесь у нас мясо предварительно помыли, естественно. Шкурка. Что мы делаем? Мы должны шкурку, ну как-то достаточно произвольно, надо резать, чтобы она у нас, скажем так, не согнула мясо, не держала его. Ну и чтобы спокойно можно было хорошенечко мясо промариновать. Вот, один кусочек. Так же делаем второй. Так, что ж. Вот наши кусочки. Возьмем полотенчика. Так, вот наши кусочки готовы. И теперь мы их замаринуем. Итак, для маринада нам понадобится обыкновенная соль. Ну, как-то тоже вот весьма произвольно солим по вкусу. Солим по вкусу! Ну, как-то вот так вот. Все, посолили. Чуть-чуть сполоснем руки. Да, чуть-чуть сполоснем руки. Здесь все нам понадобится. И нам понадобится табаска. И так вот тоже весьма хаотично. Мы его наносим. Накапываем. Вот так вот. Все. После этого опять моем рюклу. Ну и оставим вот так вот. Ну, на 20 минут. Пускай маринуется. Теперь что нам нужно сделать с лоточком? Сюда чуть-чуть маслица. Вот так. И чуть-чуть прессорим. Зачем нам это прессорить? Я пока отодвинем. Отодвинем. Уберем. Берем капусточку. Освежаем ее. Вот так вот. И смотрите, нам нужен большой кусок. То есть, наверное, вот так. Вот так мы смело ее режем. не меньше. И вот этот кусочек. Так. Да. Это отлетело. Нам не надо. Кочережка нам тоже не нужна. И вот такой вот кусочек нам нужен. Ну и вот этот пойдет. Ну, это кочережка нам не надо. Что мы делаем? Берем капусту и как-то вот так вот укладываем ее. Получается такая ну, как внизу она будет. Ну и что так же? Чуть-чуть ее маслицем солим. Ну и я сюда люблю добавить, но я уже делал одна из моих таких любимых приправ. Это сухая джека. Ну, на любом рынке она продается. Ну, и как-то вот так вот. Преизвольненько. Теперь откладываем. Картофан у нас помыт. Помыт с губкой, поэтому чистить его не надо. Выкладываем картошечку. Сливаем водичку. Ну и что нам надо? Берем картошку и режем. Ну, так вот на четыре части пополам и еще пополам. Вот у нас глазок. Мы его просто убежал, как всегда. Мы просто срезаем. Тут, как видим, глазков нет. Итак. Сюда тоже чуть-чуть маслица, чтобы просто все наши ингредиенты прилипли. Соль. Поскушим. Накрутим черного перца. Ну, тут не черный, опять повторяю, смесь пять перцев. Ну, и чуть-чуть сухой джечки. Перемешиваем. Берем наш притрешок. Притрешок, притрешок. Нет, привод вверх. Уверяем в маечку. И здесь распределяем скажем так, капусту и карточку. Ну, как-то так. Ну, и теперь наверх мы кладем кожицей вниз наш мясо. Это нам тоже не надо. Уверяем. Погремим чуть-чуть по норме руки. так, ну и смотрим. Дадим вот так вот постоять. Ну, давайте 20 минут. Больше нет смысла. Ну, что ж, через 20 минут включения. Так, ну, что, господа автомобилисты. Прошло 20 минут. и что мы делаем? Теперь это закладываем в духовку. Включаем нашу духовочку на 200 градусов и, грубо говоря, ну, давайте час 10. Больше нет смысла. Все, духовку включили. Берем притвинечек и ставим в духовочку. Да, воды сюда наливать не нужно, потому что вспоминаем, тут капуста, да и мясо равно все шприцовано, там воды будет вот так, жидкости. Ну, посмотрим, что у нас будет. Ждем полтора часа? Полтора. Сейчас 10. Вот такое, друзья, у нас творится в духовке. Прошло 40 минут. Что ж, посмотрим. Вот так вот все у нас запекается. Ну, еще 35-40 минут. Итак, ребятки, прошел час 10. Ну, смотрим, что получилось. Выключаем плиту. Оу! Одеваем прихватку. на всякий случай втайрую. Смотрим. Смотрим. Запах просто катастрофа. Настолько вкусно. потекли слюни. Умираем. Ну, что ж, вот такая вот у нас грудинка на кости с подвалом. Будем пробовать. Всем спасибо за просмотр. Готовьте. Готовьте хорошую вкусную еду. удачи. Ставьте лайки. Кому что-то не нравится, ставьте дизлайки. Но запомните, для Ютуба это одно и то же. Главное, сопереживайте. До новых встреч. Пока. Субтитры